Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Я наконец-то вернусь с отпуска. Как видите, пока у меня немножечко еще остался загар. Сегодня поговорим об декоративной уходовой косметике, которая у меня появилась буквально вот-вот недавно. Самые новинки. Также покажу вам пару интересных средств, которые пришли мне с Алиэкспресс. И буквально пару минут мы поговорим о косметике Египта. Я вам расскажу, что интересненького и эксклюзивного мне там удалось найти. Предлагаю по традиции начать с декоративной косметики. И первое, что хотела бы вам показать, это вот такая вот тушь от Vivienne Sabo, которая называется Cabaret. При своей стоимости около 100 гривен. О ней говорят ведущие визажисты. И вот когда я ее купила, я поняла почему. Она мне очень сильно напоминает мою любимку от L'Oréal, которая So Couture. Здесь тоже силиконовая аккуратненькая щеточка. На упаковке написано, что она делает такие театральные кукольные ресницы. И это действительно так. Я, например, обожаю вот такие вот распахнутые драматические ресницы. И я действительно оценила этот эффект. Следующая моя неплохая довольно находка, опять же, с бюджетного сегмента. Это вот такая вот тональная основа от Rimmel, которая называется Match Perfection. Я уже делала на нее полный обзор. Обязательно оставлю его внизу. Неплохая тональная основа. Пока что не лучшая, что я видела в своей жизни. И, честно скажу, периодически пользуюсь, через раз буквально, потому что, возвращаясь к своей тональной основе, которую я заказала на Алиэкспресс. Да, она мне нравится больше даже, чем вот эта. Основной ее плюс это то, что можно варьировать уровень покрытия. Основной минус она подчеркивает шелушение. Еще из косметики у меня появился вот такой вот продукт от Elizabeth Arden. Здесь написано Sunset Bronze, и я была уверена, что там или бронзер, или пудра. Но на самом деле это палетка теней. Просто неимоверной красоты упаковочка. Внутри у нас 5 сатиновых шиммерных оттенков. Как тени я сейчас их не использую. Мне почему-то перестали нравиться сатиновые блестючие тени. Использую вот этот вот кремовый и бронзовый оттенок в качестве холайтера. В частности, для внутренних уголков глаз. Сами тени очень хорошего качества. Они мягкие, приятные, хорошо переносятся. Дают очень такое густое, благородное свечение. Для волос я купила вот такие вот два сухих шампуня от Batiste. Один с эффектом объема, и второй стандартный, вот такой вот вишневый. Давайте на 2 секунды остановимся на вот этом продукте. Он сочетает в себе свойства классного сухого шампуня, а также лака для волос. Вы не только матируете корни волос, но и за счет вот этого лака можете формировать себе даже какую-то укладку. Он приподнимает хорошенечко волосы у корней и делает такой как будто эффект начеса. Но один из минусов это то, что вы не сможете вот так вот взять пальцами и провести по волосам. Потому что лак немножко склеит и фиксирует волосы, и у вас действительно вот так вот застреет рука, дальше вы двигаться не сможете. В моем арсенале ухода за волосами появился вот такой вот бальзам для волос от Fructis, который у них в новой линейке. Называется тройное восстановление. На самом деле я брала его в поездку, потому что мне говорили, что в Египте очень жесткая вода, и нужно с собой брать обязательно хороший такой плотненький кондиционер. Мне понравилась эта вещь, это действительно хорошее увлажняющее средство, которое за секунду, мне кажется, распутает любой колтун у вас на голове. Даже если вы там пару дней не расчесывались, ну блин, мало ли. Приятно наносится на волосы, хорошо распределяется, имеет отличный фруктовый запах и, что немаловажно, быстро смывается с молоз. При этом эффект вы видите сразу же, как только вы начинаете отжимать волосы, потому что они становятся уже в мокром виде, более мягкими, более приятными. На моей полочке в ванной появился еще один густ. Это вот такой вот крем для интимной гигиены от DAF. Мне до сих пор как-то неловко об этом говорить, но это такая категория средств, о которой обычно все умалчивают. Но это действительно классные средства, даже если не говорить о их целевом предназначении, а говорить о их мультизадачности, потому что не забываем, что это самое мягкое мыло. Не только потому, что это фирма DAF. Даже если взять любую фирму, мыло для интимной гигиены у них считается самым мягким, с нейтральным pH. Оно самое деликатное. Конечно, эти средства обычно стоят довольно недешево. Если позволяют финансы, вот такой штукой можно даже мыть руки, потому что вам не нужно даже пользоваться бут увлажняющим кремом. Кожа рук будет всегда ухоженной и вы практически забудете, что такое заусенцы. Я же использую вот это вот, например, мыло даже для умывания, учитывая, что у меня сухая чувствительная кожа. Также мне недавно подарили вот такой вот крем для рук от Невея, самый классический, мне кажется, 100 миллионов раз о нем говорили. Честно скажу, мне не нравится эта вещь, потому что она слишком жирная, она тяжело впитывается. Я сейчас применяю его только для прям экстра сухих участков, локотки, пятки и так далее. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам этот крем, мне просто интересно почитать. Может вы какое-нибудь ему другое применение найдете. Для ухода за кожей у меня появился вот такой вот красавчик. Это крем от Биодерма серии Сенсобио DS+. Я бы не назвала это косметическим кремом для лица, потому что это больше лечащий продукт. У него, как в лекарственном препарате, есть показания к применению. И это в основном шелушение в области носа, лба и подбородка, чувствительность кожи, проявление сосудистых сеток и даже сиборийный дерматит. В составе первых три компонента это вода, кокосовое масло и пропиленгликоль. В составе у него также есть антигрибковый компонент. Это действительно крем, который помогает вам избавиться от любых проблем кожи. Начиная от чрезмерной жирности и заканчивая обильными шелушениями на коже. Через неделю использования я уже заметила, что у меня намного меньше начало краснеть лицо. Как минимум возле носа и на уровне лба. Эта штука стоит дорого. Вот этот маленький тюбик 40 мл стоит больше 500 гривен. Я считаю, что оно стоит этих денег. И нет, с Биодермой я не работаю, просто моей коже почему-то нравятся их продукты. Еще хотела бы показать одну вам мелочь. Это вот такие вот обычные ватные диски от фирмы Белла Катон. В чем их отличие от обычных? Дело в том, что у них закрытые края. Вот такое чувство, что каждый ватный диск как будто прошит. Но там как бы нет нитки, он как будто вот простеганный по краям иголочкой. И за счет этого он не расслаивается. То есть у вас после удаления макияжа нет кусков ватки на лице. Недавно брат мне подарил вот такие вот бальзамчики для губ. Это от фирмы Lip Eyes. Мои самые любимые. Как по мне, именно вот эти бальзамы действительно хорошо подлечивают губы. У них в составе есть в основном ментол, который немножко охлаждает и освежает губы. Запахи, кстати, у них очень классные. И вот когда вы их наносите, такое чувство, что вы сейчас жуете жвачку. И все окружающие вас просят поделиться. Ну тут вы такая, так это всего лишь бальзам. И второй у меня вот такой вот Lip Eyes Sport. Он с SPF 30. Кстати, о SPF защите. Так как я была в Египте, а там у нас в среднем температура воздуха была плюс 45 градусов. А у меня еще аллергия на солнце. Мне нужно было так конкретно защищаться от лучей. Я себе купила вот такой вот крем. На самом деле детский. Называется он Клякса. У него SPF 50. Пахнет он жвачкой. Хорошо наносится и быстро впитывается. Действительно неплохо защищает от солнца. Главное не забывать его возобновлять. То есть каждый, здесь они пишут 2 часа, нужно пользоваться. Он идет гипоаллергенный, без парабенов и красителей, водостойкий. Для того, чтобы успокоить кожу после солнечных ванн, я использовала вот такой вот гель от солнечных ожогов от BioSan фирмы. Он идет с пантенолом и биоактивным гелем алоэ вера. Просто неимоверно приятно было его на себя наносить. Особенно когда ты такой разгоряченный, весь красный. И тут такой прохлаждающий гель. Так приятно, он классно впитывается, оставляет по себе пленочку, которая потом после высыхания продолжает работать на коже. Потому что там у нас есть пантенол, а он и успокоит кожу, и поможет от солнечных ожогов, избавит от зуда и так далее. Обещала вам показать пару средств Алиэкспресс, на самом деле я еще жду, пока мне все вместе это комплектом придет. Пока я получила только два продукта. Это вот такая вот сыворотка под глаза фирмы BioAqua с вот такими вот жемчужинами. Пока тестирую, говорить рано. И вот такая вот пенка для умывания тоже от BioAqua. Их вот эта вот серия с черникой. Пока не использовала, потому что она идет по-моему осветляющая. Я сейчас с легким загаром, мне так жалко сейчас его смывать. Ну что, мы приближаемся к концу видео. Я вам обещала показать, что же я там интересненького нашла в Египте. Как вы знаете, Египет это фактически столица дерматологии. Вот если находят какой-то новый экстракт или компонент, это все первым делом обсуждается на конференциях Египта. Поэтому вместо того, чтобы покупать в Египте пирамидки, я вам советую присмотреться к их кремам для кожи. Я купила вот таких вот два. Первое на самом деле не крем, а это масло ши, которое в Киеве стоит довольно дорого. Там оно дает 100% без отдушки. Они нам говорили, что это даже прямого холодного отжима. Очень интересная консистенция. Похоже на взбитое суфле с пупыришками такими воздуха. На масло это похоже только когда вы его наносите. То есть он приятно распределяется таким довольно плотным слоем. После этого оно начинает очень активно впитываться. Такое чувство, что у вас кожа какая-то губка, которая сейчас впитает все. Следующий крем у меня вот такой вот на основе огуречного экстракта. Он больше для тонуса кожи. Немножко охлаждает все, подтягивает. По консистенции это что-то среднее между кремом и гелем. Единственный минус. Не нашла я ни на одной упаковке точного состава ингредиента. Как вы знаете, Египет у нас славится эфирными маслами. Поэтому в специализированном магазине, который прошел сертификацию европейскую ИСО на безопасность и качество ингредиентов. Я там себе прикупила вот такое вот масло жужуба, которое самое популярное, считается визитной карточкой Египта. Оно в банке из темного стекла. Также вот такое вот сандаловое масло. И это у нас гель алоэ вера. Вернее лосьон алоэ вера. На самом деле с этих трех компонентов можно сделать знаменитую маску Клеопатры. Если вам будет интересно, обязательно напишите в комментариях. Я в следующем видео покажу, как это сделать. И еще в том же магазинчике я прикупила вот такой вот дезодорант. Это аналог кристалла, просто более простая его версия. Это действительно натуральный и безопасный дезодорант. На этом все. Вот такие вот покупки косметика у меня были на этот раз. Если вам было интересно это видео, не забывайте поставить пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!